Здравствуйте! Мы продолжаем с вами обсуждение еврейского квартала. И в этой части лекции мы поговорим о процессе, который привел в конце концов к переселению евреев в гетто. Этот процесс начинается с конца 12-го начала 13-го веков, когда церковь стала запрещать христианам жить вместе с евреями. Например, 26-й параграф в решениях Третьего Латеранского собора, это 1179 год, гласит следующее. Христиане, живущие вместе с ними, то есть с евреями, да будут отлучены. Обратите внимание, пожалуйста, какое суровое наказание, отлучение от церкви. В 14-15 веках предпринимались попытки выселить евреев из центра города на окраину. Каковы были причины этих попыток? Подумайте над этим вопросом. Подумали? Теперь давайте попробуем отметить вместе. Во-первых, экономическая причина, конкуренция. Помните, евреи были приглашены для того, чтобы они развивали торговлю, а также связи между регионами и некоторые ремесла. Христиане к 13-14 веках уже научились и торговле, и ремеслам, и связи были развиты, поскольку в результате крестовых походов христиане восстановили связи с Востоком. И теперь евреи были менее нужны. Так во всяком случае думали христиане в этот период. И более того, евреи составляли для них конкуренцию. Следующая причина, причина религиозная. Центральное положение еврейского квартала имело, как вы понимаете, религиозные последствия. Синагоги евреев располагались очень близко к христианским церквям, и звуки молитв смешивались. Это, конечно, вызывало недовольство христиан. Например, папа Иннокентий III в послании в 1205 году указывает на то, что евреи французского города Сана построили новую синагогу рядом со старой церквью. Причем эта синагога намного выше церкви. Эту проблему попытались решить в Венеции. Решение Венецианского сената 1516 года гласит следующее. «Все евреи, живущие на разных улицах нашего города, а также те, которые прибудут в наш город из других мест, должны, пока не будет принято другое решение в соответствии с велением времени, переселиться в дома, в гетто, около церкви святого Иеронима». Давайте внимательно рассмотрим этот текст. Он может нам о многом рассказать об евреях Венеции и об отношении к ним. Все евреи, живущие на разных улицах нашего города, то есть евреи проживали в Венеции и не только в еврейском квартале, но на различных улицах. Мы знаем, что в Венеции в то время были четыре общины евреев. Две более бедные – ашкенасская, евреи, которые пришли из Германии, и итальянская, те, которые перебрались из других мест Италии. И две более богатые – община левантийская, это все евреи, которые прибыли из мусульманских стран, и община сифардская, испанская – это те, которые перебрались в Венецию после изгнания из Испании в 1492 год. Общины эти между собой не смешивались. Даже христианские источники указывают нам на то, что евреи не женились из одной общины в другую и, более того, даже не ходили друг к другу в синагогу. Итак, были четыре различные общины, которые жили на различных улицах города. Давайте пойдем дальше по тексту. А те, которые прибудут в наш город из других мест. То есть венецианский сенат не запрещал евреям продолжать селиться в Венеции, они просто должны были селиться в каком-либо определенном месте. И еще одно указание – пока не будет принято другое решение в соответствии с велением времени. То есть сенат понимал, что это очень практическое решение и давал себе возможность в любую минуту его изменить. К слову сказать, это очень ренессансный подход, практичный ренессансный подход с точки зрения требований времени. Куда же селят евреев? Их селят в дома, гетто. Что такое гетто? Гетто – это плавильня железа. Когда-то на том острове, где сейчас селят евреев, была плавильня железа. Когда, какая именно, мало кто помнил. Но было принято называть это место гетто. В этом нет никакого уничижительного оттенка. Официальное название этого места – порокия святого Иронима, по той церкви, которая находилась рядом с этим кварталом. Таким образом, венецианский сенат хочет переселить всех евреев в одно место. Кстати говоря, слово «всех» надо принять с оговоркой. Переселяются в гетто только ашкенавские и итальянские евреи. Сефардские и левантийские получат свое гетто, но гораздо позже и, кстати говоря, по их собственной просьбе, так как это обеспечит их безопасность. Давайте рассмотрим подобный указ сената в историческом контексте. Венецианский сенат стремится к социальному спокойствию и безопасности в своем государстве. Почему эта проблема насущна? Да дело в том, что Венеция того времени напоминает сегодняшний Нью-Йорк. Только порядка 40% населения было исконно венецианским, а все остальные прибыли из других стран и весь. Не только евреи. Были и христиане из различных стран, в частности из Германии, и из славянских стран, и из Бельгии, и из Франции, и из Испании, да из множества стран. Были и мусульмане. В этом Венеция была отлично от других христианских городов, поскольку обычно, как мы с вами уже упоминали, в христианских городах того времени мусульмане не селились. И поэтому проблема социального спокойствия была необычайно насущна в Венеции. Давайте рассмотрим решение Венецианского сената в историческом контексте. Евреи получают указ в 1516 году, а еще гораздо раньше, в 1475 году, Венецианский сенат постановляет, что немецкие и германские купцы должны переселиться в отдельный квартал. Чтобы предотвратить путаницу и сомнения, мы постановляем, что каждый германец из Верхней и Нижней Германии, подданный германского императора или другого германского правителя, вместе с поляками, венграми и жителями Богемии, обязан постоянно проживать в своем квартале – Фондаку. Фондаку – это название квартала. Оно называлось Фондаку Дейтедеске – германская биржа. Тех, кого поймали ночью за пределами биржи, штрафовали на целых 50 дукатов. Это очень большая сумма по тому времени. Таким образом, в германском квартале проживали германские христианские купцы. И, кстати говоря, мы с вами в 1475 году, то есть еще даже не было протестантизма. Лютер опубликовывает свои тезисы в 1517. И таким образом мы говорим о том, что в этом квартале отдельно от всего остального населения проживали те самые христиане и католики, которые и гуляли по улицам самой Венеции. Более того, в 1621 году Сенат постановляет, что должны отдельно жить и мусульманские купцы. Все турки – мусульмане, живущие в данный момент на разных улицах нашего города, а также те, которые прибудут в наш город из других мест, должны постоянно проживать в своем квартале – Фондаку – в соответствии с решением Сената. И если их ловили ночью за пределами их квартала, то и они должны были платить штраф или получить телесное наказание. Я думаю, что вы уже обратили внимание, что текст этого постановления практически дословно повторяет то постановление, которое было выдано евреям, и очень похоже на то постановление, которое было дано христианам. Таким образом, первоначальная идея отдельного квартала, так как она развивалась в Венеции в конце XV и в XVI веках, не предразумевала какую-либо дискриминацию, а главной целью было обеспечить социальное спокойствие Венеции. Затем, как вы уже знаете, эту идею развили в других городах Европы, и она приобретает все более и более дискриминационный оттенок. Давайте рассмотрим отличия еврейского квартала от еврейского гетто. В квартале, как вы знаете, евреи проживают по желанию. В гетто они были обязаны проживать, гетто было им навязано. Еврейские кварталы существовали для защиты евреев, гетто для их обособления, а также для защиты. Еврейские кварталы не были закрыты для проживания христиан, так же, как и христианские кварталы не были закрыты перед евреями. Гетто – это разделение. Гетто для евреев, остальные кварталы для христиан. Гетто были ограничены по площади, поэтому в них существовала большая скучность, чем в христианском квартале или в бывшем еврейском квартале. Например, в Венеции в гетто стали строить дома по восемь этажей. Это необычайно высокие небоскребы для того времени. Более того, евреи были ответственны за охрану кварталов. Помните, мы об этом говорили? Стен и ворот. В гетто ответственными становились христиане, и ключ от ворот был у христианского чиновника. Он был обязан открывать квартал утром с рассвета и закрывать вечером на заходе. Таковы основные различия. А каковы же сходства? И в квартале, и в гетто евреи получали и сохраняли религиозное самоуправление, судебное, административное. Поэтому идея гетто поддерживалась раввинами не менее, чем она поддерживалась священнослужителями, поскольку и раввины были за то, чтобы существовало какое-либо разделение между христианской и еврейской общиной. Как мы уже сказали, в будущем гетто станет символом дискриминации. Но в самом своем начале это была попытка сохранения и охраны общины. Честно говоря, не очень удачная, поскольку в гетто зачастую общение было более интенсивным, чем в еврейском квартале. Давайте подумаем. Если христианскому купцу, либо христианскому рыцарю, либо аристократу, либо просто христианскому богатому человеку была необходима какая-либо сумма денег, либо же ему нужно было ее поменять, либо же ему нужна была суда, либо же ему надо было купить одного или двух работ для домашнего хозяйства. Не забывайте, в среднее веко до сих пор существует рабство, особенно домашнее. Либо же он хотел купить что-либо из одежды или драгоценные камни. Это только часть сферы, которая была обычно в руках еврейских торговцев. Теперь, когда евреи в основном проживают в гетто, чтобы купить, обменять и получить все то, что мы с вами перечислили, необходимо было приплыть, если мы в Венеции, или прискакать, прийти, приехать в гетто. И таким образом христиане, по сути дела, создавали список, ну, наверное, тот список, с которым мы с вами ходим сегодня в супермаркет, чтобы сделать все свои дела за один раз, с утра до вечера. И таким образом целый день они проводили в гетто. И наступает вечер, а список только на середине. Что делать? Снова возвращаться домой слишком муторно. И поэтому они всегда обеспечивали себе возможность остаться в гетто. Там всегда была какая-либо еврейская семья, которая была согласна принять их на дружеских началах. А что значит принять на ночь? Это совместный ужин, ночь, совместный завтрак, а потом вместе выходим на улицы еврейского гетто. И христиане довольно-таки свободно ходили по этим улицам, занимались своими делами. Я уж не говорю о том, что на улицах еврейского гетто торговлей занимались не только мужчины. Еврейская женщина, особенно если она вдова, могла тоже открыть свое дело. А вдовой в те времена можно было быть и в 17, и в 18 лет. И, наверное, было немало красивых вдовушек на улицах. Дальше я уже оставляю место для вашей фантазии. Таким образом, получается, что с переселением евреев в гетто связи между евреями и христианами зачастую были более интенсивными, а не менее. То есть, как гласит известное выражение, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но если мы с вами вернемся серьезно к теме нашей лекции, то переселение евреев в гетто – это, по сути дела, начало процесса ассимиляции евреев в христианском обществе. Спасибо вам! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok